В определенной степени влияет и то, что выявляемость стала выше. В большинстве случаев не сама по себе заболеваемость. Диагностика лучше стала, выявляем. Раньше и быстрее, что не выявлялась, например. Ну это первое. А второе, это внешние факторы, которые провоцируют рост заболеваемости. Если взять, например, рак легких, это курение. Образ жизни определен. Если взять ту же меланому или рак кожи, это избыточная инсоляция, пребывание на солнце плюс ультрафиолетовые лампы солярия. Хотя в некоторых странах уже солярии как таковые ограничения. Если, например, взять Австралию, да, вот говорим о государственном уровне. Больше заболеваемость меланомы и рак кожи, где в Австралии, в населении. С 1982 года ведется государственная программа, состоящая из трех компонентов на тот момент. Слип, слаб, слаб. Какие? Что же это такое? Ну, это надень майку, нанеси солнцезащитный крем и одень кепку или шляпу. И подвели итоги. В 2012 году подвели итоги. То есть, получается, 30 лет шла государственная программа. И что выяснилось? Выяснилось, что рак кожи, заболеваемость снизилась, а меланомы выросла. Но, несмотря на это, все равно государственную программу дополнили еще двумя пунктами. Это спрячься в тени от солнца и одень социозащитные очки. Изначально это может вообще никак не проявиться. Например, рак кожи может проявиться и спустя десятки лет после того, как вы обгорели. То есть, рак кожи – это длительный процесс, который постепенно формируется на тех участках, где когда-то давно произошло обгорание. То есть, грубо говоря, если вы в детстве там бегали, у бабушки где-то в деревне, обгорали, с родителями ездили на море. И успели забыть давно. Не успели забыть давно. Как раз к 30 годам у вас он может и развиться. Это тоже, кстати, сейчас более молодой возраст становится. И меланомы молодые. У нас вообще молодые есть. И до 20 лет с меланомами. Опять же, это связано с тем, что миграция. Но что касается меланом. Они быстрее развиваются после воздействия инсоляции. То есть, на что здесь нужно как раз обратить внимание. Что появляются новые родинки, новые пигментные образования, невусы, так называемые. Они начинают увеличиваться в размерах расти. Или же старые невусы, которые до этого существовали на коже, начинают меняться, увеличиваться в размере, менять свой цвет, границы, форму. То есть, в этом случае лучше обратиться к дерматологу или онкологу, для того, чтобы проконсультироваться. Причем, вот если взять мужчин и женщин, то у женщин это чаще локализация на ногах. Видимо, больше любят ножки загорать. А мужчин чаще локализация на верхних конечностях. Связано это с тем, что мы чаще работаем с коротким рукавом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok